итак друзья всем привет наконец-то сбилась мечта студента это снять насос тнвд и сегодня за день до того как я буду его снимать я решил записать видео где я покажу как подготовиться к снятию насоса высокого давления на ford mondeo 3 mk3 2.0 tdci 2003 года напомню что с 1 по 7 эти модели одинаковые у них ничего нового нету такой же самый dvs такой же самый насос такие же самые все узлы и детали кроме тюнинга то есть до рестайлинговые до 2003 идут у нас подфарники круглые после 2003 года по-моему июля не ошибаюсь идут прямоугольная и немножко там другой дизайн ну и соответственно 6 ступкой 5 ступкой 5 ступка до рестайлингового 6 ступка по рестайлингового и так для этого для того чтобы снять насос нам необходимо для чего мы его снимаем мы его снимаем для того чтобы его ремонтировать насос погнал стружечку не так сильно форсуночки все нормально по обраточке по наливам все прекрасно но видно немножко стружка я предполагаю что насос подкачивающий так как он берет на себя первые удары некачественного топлива плохих фильтров да и просто время он начинает стружить хотя они по себе сами не убиваемая из по статистике но как бы время есть время солярка к сожалению украинская желает быть лучшим да и в принципе вся солярка и так что для этого нам нужно мы во первых снимаем этот лючок который вот закрывает цепь грм вот цепь вот нашу вот наше место где будем мы работать точки потом я все объясню что это такое вот снимаем лючок откручиваем его вот он стоит вот так вот берем либо зубильцем либо специальным съемником если он есть у вас у меня его нету к сожалению будет будущем против часовой стрелки моего так вот зубильцем цук-цук-цук-цук-цук и выбиваем сюда его вот он бывает металлический как вот как вот этот например вот у меня стоит пластмассовый какой из них оригинал я честно сказать так и не понял к оригинал они в принципе все качественные но то есть это не лючок это у нас приспособа для того чтобы снять насос но об этом чуть попозже итак что нам для этого необходимо для снятия насоса так когда мы сняли этот лючок откидываем его в сторону мы должны найти 3 3 с торкса вот такой у нас есть с т-45 мы сделали такую штучку обрезали его наварили 100 гайку на 17 вот с такого обычного набора вот т-45 снятый вот он видите вот обрезан вот целый т-45 вот обрезанный вот он был вот вот такой вот вот ну вот так вот так вот он целая вот он целый ago то есть примернообрезаете вот я сейчас предложу вот на такое вот расстояние примерно обрезаете себе то будете готовить если захотите если вас не будет приспособить и сами это сделать вот такой уголок обрезаете и делаете себе вот такую вот феньку такую приспособу для открутки насоса почему я сейчас покажу вам как насос выглядит у меня есть насос новый который нужно будет ставить он у нас вот такой критер у него есть три раз два три три болта которым 3 торкса который мы будем откручивать видите вот они кре он крепится к блоку цилиндров к алюминию вот к этой части но с той стороны я потом еще более детально повторюсь когда был насос снимать вот насос сам крепится к блоку под этой звездочкой под той которую стоит звездочка самого насоса которого здесь вот так вот она одета вот тут вот и крепится четырьмя на свою очередь раз два три четыре болтами на 10 но нам нужно на шестерне есть три дырочки вот там он будет видно сейчас я уже тоже пометил вот эти точки которые советую вот точечки вот там вот я пометил и вот там вот видите вот в уголочке должно быть видно я пометил тоже лаком здесь звезда стоит я сейчас поставлю чтобы сориентировались просто как его каким образом я сделал я взял камера и вот так вот по сети для этого перед этим нужно будет нам снять еще вот этот бачок откручиваем у на одном на одном болту и так вот его со загинаем это поставим наверх его и срываем вот этого шоп шланга нам вот это вот которая там вот видите чтоб она не мешала мы опускаем чуть чуть ниже потом я взял камеру вот так вот вот так вот и так делать место и вот так вот туда вот видите вот торкс и тихо секундочку и он извиняюсь чуть чуть ниже чуть чуть ниже сейчас я настроюсь и еще раз сниму сейчас еще раз засниму сейчас секундочку вот видите вот я снимаю вот вот центральная гайка которая держит насос да а вот видите вот эту дырочку которая вот видите вот видно там торкс на т-45 видите вот вот он шестигранчик видите вот он вот я вот так вот камерой поймал к сожалению вот так вот прокручивал по чуть-чуть кстати прокручивать нужно вот таким вот ключом от хансовским я хан сосну неважно какой и головочка на 18 такая низенькая вот мы и одеваем вот так вот смотрите одеваем потом одеваем ее вот сюда смотрите вот 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 так вот вот одеваем и по часовой стрелке важно по часовой стрелке это туда вот туда вот вот туда вот так вот так лучше вот так вот на ход то есть на по ходу движения вот так вот прокручиваем вот так вот вот так вот прокручиваем очень важно прокручиваем и ловим этот момент где находится наши с наши торксы ссори что так может быть сложно но это очень важный момент потому что я замучился я для вас принципе вот это все вот эти вот метки все поставил вы для себя в первую очередь но и для вас то есть по часовой стрелке проворачиваем аккуратненько не быстро аккуратненько проворачиваем наш двигатель по часовой стрелке и ловим я его поймал и у меня вот мой торкс вот он вот он стал смотрите вот вот он стоит хотя сейчас я сейчас почувствуется об видите вот он стал и он стоит ведь этом уперся нужен готов к крут крут к крут к крутке это первый верх не да вот я меточки те какие поставил вот видите вот меточки стоят меточки лаком чтоб они не стерлись потому тут в уголочке вот видите вот вот так же в уголочке щелкнул стоит тоже лаком тут конечно плохо видно вот так вот наверно вот почти на углу не доходя вот это вот углового углового вот это вот болтика которым крепится кожу гарема и вот здесь вот так же здесь тоже дать ему тут немножко сама неудобно это низ так же сама вот вниз раз и вот она стоит но я говорю что лучше всего это если у вас есть подсвет какая-то какая-то камера там не знаю микро то есть вот так вот берешь вот так вот раз вот и вот так вот вылавливаешь вот видите вот торкс видно видите вот сейчас резко сновиду сори за видео авторюбить или меня появить вот торкс видно он один если ты один в поймаешь то все остальные два они цепочек как бы они совпадутся тоже в принципе все по вот этому всему и потом 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 самое главное забыть об сори секундочку подниму и потом 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 нашел эту нашу штучку эту вот обрежете приварить и для фиксации будем использовать сверла 8 диаметр 8 и внизу то есть мы вот эти вот верхние мы зафиксируем верхние когда уже открутим звезду мы зафиксируем вот эту раз и два в углу а вот та которая нижняя вот это вот туда очень сложно сверло либо под домкрачивать движок снизу откручивать подушку вот эту вот раз и два я решил пойти другим путем я взял эту обрезанную обрезанный кусок вот этот вот вот этот и он прекрасно вот той стороной заходит туда и вот так вот фиксирует видите вот так звездочку фиксирует укрепляет и держа ее к этой вот приблуде сейчас я его поставлю сейчас я поставлю ее мы тут это просто обычный лючок я уже говорил который вырезана по центру дырку сделали вот обычный лючок и у него последний три дырки ты дырки здесь это же от лак использую для того чтобы пометить эти три точки которые совпадутся вот с этими вот моими метками почему потому что ребята которые мне его мне его подарили как бы они видимо делали на скорую руку как бы и не совсем то может быть вывели все но если поиграться совпадаются все эти три точки с нашими тремя фиксаторами которые будут там стоять вот это мы вытаскиваем и так ставим лючок я показываю как потом фиксировать звезду чтобы она не упала туда за кожу гарема потому что потом придется снимать движок и выставлять зажигание это как бы крайне емкая работа все ребят показываю эту штучку я вот одел это вот лючок сам наш вырезанный да вот видите вот там видно наши все болтики до сверло это вытаскиваю сейчас я покажу как она вставляется то есть первое сверло я вставляю верхние вот эту дырочку который вот видите вот этот раз она уходит вот туда до конца до того торкса упирается это когда мы уже это мы уже поставим когда мы будем откручивать вот эти вот четыре болта которым которым звезда крепится вот сюда вот видите вот к этому нвд нашим видите вот вот Хорошо, что это НВД еще нет Раз, два, три, четыре Когда мы уже вот эти будем откручивать То есть перед этим мы фиксируем Мы фиксируем звезду Вот, раз, два Сейчас я пока эту вытащу И до начала вставлю вот эту То, что я делал, обрезанный уголок тут С торкса Сейчас Вот так вот зафиксировал Его, в принципе, он там достаточно длинный у нас Вот так вот, раз, вот видите, он там стоит у нас И теперь, последнее, для удобства Я вставляю Вот это вот Последнее сверло И у нас В принципе, вот такой вот Расклад Звезда зафиксирована Теперь мы можем свободно брать ключ То есть перед круткой мы можем снять Одно из сверл, чтобы было удобно Мы, допустим, вот эту верхнюю я вытащу потом Вот так вот, смотрите Сейчас зажато Фиксирую Я, когда уже предкручу эти четыре болтика Раз, два, три И вот тут вот четвертый Когда я предкручу их Потом я смогу поставить сверло назад И только, ну, зафиксирую, конечно, его перед откруткой Вот так вот зафиксирую И вот так вот потихоньку Откручу эти болты, которые Мне необходимо будет снять Вот эти вот четыре, которые я говорил Вот Но до этого, я говорю, что до этого Должны быть уже откручены торксы, которые там Вот этой штучкой Вот эти вот, раз Два И вот три Они остаются там, не бойтесь Они не упадут никуда Ты их откручиваешь, почувствуешь, что ты до конца открутил Только открутить надо до конца Потому что уже сверла потом не сможешь снять Повторить еще раз Их открутить капитально, чтобы они уже были откручены Вот И потом Когда мы уже зафиксировали Все зафиксировали Мы можем приоткрутить Я уже говорил эти четыре Чтобы они наживленные были Фиксируем Зафиксированные уже должны быть Звезда должна быть зафиксирована И потом мы вытаскиваем И звезда у нас освобождается Она должна быть у нас удерживаться Потому что она, если мы это не сделаем Она упадет То есть очень важный момент Пишите комменты, ребята Всем, кому смогу, отвечу В принципе Бог даст В ближайшее время буду снимать А пока что я записал Для того, чтобы люди имели Ну Возможность найти Потому что два видео нашел в интернете Два каких-то человека тоже записывали видео Спасибо им огромное за это Как там, некачественно немножко Но спасибо за то, что сняли Потому что видео очень мало Как снять ТНВД Вот Спасибо по разборке самому ТНВД По Из тем, как Подкачка выработана Допустим В этом насосе была До ремонта Я потом тоже Как бы покажу То есть Какой там был Хаос Бардак Какая выработка Подкачивающего насоса И Во сколько это все обошлось Я потом тоже все это расскажу Вот Всем удачи В принципе все рассказал Вот А еще один момент Последний Когда уже будете насос Вы уже Тот старый демонтируете Рабочий поставите Я товарищу там вопрос задал Говорю А как ты Допустим Зажимать же торк Кстати нужно будет Которым В обратном порядке Как то есть Насоса нет Там насоса не будет Там насоса не будет Он будет отсутствовать Будет голое место И Как мы будем Как мне выходить Потому что я должен Вытащить сверло Което одно Для того чтобы торк поставить Правильно закрутить Он говорит что По одному нужно вытаскивать И То есть Его И закручивать насос Один вытащил Но я сначала думаю что Нужно наживить На вот эти 4 болта Обязательно Обязательно В обратном порядке Сначала наживляем здесь 4 Чтоб у нас на насосе Звезда уже держалась И Потом По одному сверлу Вытаскиваем Удерживая Чуть-чуть придерживая Насос Закручиваем торкс 1 Второй и третий Других вариантов Там Ну по другому Там никак не сделаешь Так что ребята Такие вот дела Удачи вам И Я потом покажу Как вкусной снять Потому что нужно будет Демонтировать вкусной EGR Патрубок здесь Нужно будет освобождать Фишки отключать И там крепления Кояки еще есть На насосе Ну там в принципе не так сложно Там все оно в масле И там оно не так сильно пригорает Так что Всем у ребят И удачи Всех благ Благословений На звязку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok